Глянь, у него все в карбончике. По моим друзьям, да, приедут из Санкт-Петербурга. Кстати, им отдельное спасибо. Ну что, давайте заценим, как работает Акропович. Начал нести херню или исполнять. Народ, здорово! Слушайте, ну в продолжении предыдущего видоса про Сибиху, 600-ку Хорнет. Вот, у нас новый видос. А почему продолжением? Ну, потому что мотоцикл, который сейчас вы увидите, это один и тот же хозяин. Ну, вы вообще, женщины офигели в край, блин. По два мотоцикла имеют, у меня нет вообще ни одного. Вот, ладно, на самом деле не успела продать это, то Сибиха она в продаже. Ну, а новый мы снимаем вместе с ней. Ну, вот, сейчас я вам покажу мотоцикл, ну, и потом она вам все расскажет за него. Вот, ну и, собственно, что. Поехали. У нас сегодня на обзоре Сузуки Дж... Спасибо за подсказку. Сузуки Джейсер 750. Стритуха, встречай. Субтитры сделал DimaTorzok И вот он, вот он, вот он этот красавчик. И перед тем, как я не начал нести херню или исполнять, и вы выключить это видео, лучше подпишитесь и поставьте лайк. Мне это будет приятно, меня мотивирует это на снятие видосов. И, ну, вообще в целом, мне очень-то приятно. Реально, когда ты видишь, что люди подписываются и лайк, и комментируют. Ну, вам ничего это не стоит, а мне очень приятно. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Сделайте моему сердечку приятно. Уже начал херню нести. Ладно. Нас, наш красавчик. Сузучка. А у него есть какое-то имя? Пока нет. Нету, понятно. Вот. 14-го года мотоцикл. 750 кубов. Ну, все. Это современный аппарат. На АБС-ике. Все как надо. 106 лошадей. А уже на Акроповича. Давайте посмотрим внешне. Внешне это уже, ну, как я и сказал, современный моцик. Запиленный этот дерзкий видосик, да? Видосик. Видончик. То бишь, посмотрите, какая фара. Такая. Оп. Вот. Мне нравятся вот здесь. Эти такие обтекатели. Они вроде бы и небольшие, да? Но в то же время делают такой дутый мотоцикл. Все красивенько. Ничего лишнего. Острый хвостик. Как и должен быть у стрита, дорожника. Все как надо. Безопасность превыше всего. Также стоят дуги. Crazy Iron. Ничего себе. Вот. Из выхлопа у нас тут уже Акропович. Мы заценим этот звук. Перевернутая вилочка. Это уже уровень. Как я и говорил, инжектор. Здесь есть АБС. Мэбэест. Да, есть АБС. И уже все хорошо. Вот приборочка. Ничего особенного. Все простым. Смотрите. Информативненько. Вам нужно. Вон температуру показывает. Показывает уровень топлива. Ну, нейтраль. АБС горит. Все как надо, да? Там поворотники. Вон. Аварийка. Вот. И скоростя. Все по классике. Все нужно. Вот. Ничего лишнего. Также на мотоцикле здесь уже установлены у нас подогревчики. Вот. И что немаловажное, на самом деле, сезон у нас что-то все в этом году прохладненький. И ночью, ночью, блин. Ну, вот вчера было, 8 мая, плюс 9. Блин, плюс 9 ночью. Это вообще законно. Я, блин, в плюс 17 не выкатываюсь. А тут плюс 9. И уже легче, что у меня нет мотоцикла. Вот. Свет у нас стандартная. Галогеновая лампа. Вот. Все как надо. Цепной привод. Маятничек. Здесь уже вот установлены подкатики. Вот. Короче, кайфовый современный моцик. 14 год. Свеженький, кайфовый. Вот. Ну, а сейчас мы помучаем, что? Все правильно. Хозяйку этих мотоциклов. Вот. И порасспрашиваем ее, да? Давайте. Не переключайтесь. Всем привет. Юля. Приветики. Ну, рассказывай. Слушай, давай так. Вот ты пересела с, так сказать, легенды, да? Такого мамонта Сибихи. Шестисотки. Объем сильно не увеличила. Давай, в двух словах. Этот мотоцик тебе больше нравится? Да, конечно. Крутой аппарат? Крутой. Рулится покруче, помощнее. Быстро реагирует, маневрирует. Все? Ё-моё, ты конечно. Бомба, бомба, да. Скажи мне, пожалуйста, куда ты на нем в этом году собираешься? Все, Стополь. Опять? К своим друзьям, да. Приедут из Санкт-Петербурга. Кстати, им отдельное спасибо за то, что они мне там посмотрели. Да, кстати. Поприсутствовали, да. Как ты купила мотоцикл? Вот расскажи. Вообще, ты решила менять Сибиху. Вот у меня просто, ну, к примеру, я вот хочу поменять голду на новую голду. Вот ты решила поменять Сибиху. Какие у тебя варианты были вообще в целом? На что смотрела? Какие мотоциклы? Кау-З-ку смотрела. 750-ку? Да. И Фазер смотрела еще. Ну, выбор остановила на Сузуки. Более симпатичный. А в классе какой объем? Тоже, по-моему, 750 они идут. Да. Так, и остановила выбор на Сузуки. Да, внешне симпатичный. Симпатичный более. В общем, у нас в Ростове, в Краснодаре нет таких мотоциклов. Пришлось искать в Москве и в Питере. Так. А у меня там как раз живут друзья. Ночные улоки. И, с которыми я познакомила, в Севастополе на байк-шоу. Во! И я позвонила, друзья, говорю, срочно надо посмотреть мотоцикл. Очень хочется. И договорилась с продавцом, да. Когда ему удобно. Ребята приехали, проконтролировали сделку. И отправили мне его в Ростов. Короче, ты купила его онлайн. Ты вообще его не видела? Я его сама не видела, да. И по отзывам друзей сказали нормальный. Отличный мод надо брать, да. Ну, это крутая вообще покупка. На самом деле уровень. Продавец захотел нал. Отправила ребятам деньги. Ё-моё. А почему без нал он переживал, чтобы обратно заберешься? Наверное, да. Он доверял уже тем ребятам, кто смотрел его. Я понял. Они влиятельные люди. Слушай, а продавец это молодой парень? Нет, взрослый мужчина. Взрослый мужчина? Да. Я понял. Он мне все рассказал. Сказал, что привык доверять людям. Я, собственно, тоже. Поэтому доверилась своим друзьям в Санкт-Петербурге. Я понял. Отправила, да. Сумму определенную они сняли, все передали. Так что мотобратство существует. Вау! Сейчас, секунду. Мне кто-то звонит. Технический перерыв с звонком. Мотобратство существует. Это классно, это круто. Безусловно, да. Ты уже на нем нормально накатала? Сколько ты накатала? Да нет, пару недель всего. Холодно же было и дожди. Ну, в целом, да, мне очень нравится. Другой разговор. Скажи, здесь ветровичок? Да, я думала, что будет, да, мотылять, как на Хорнете. Но нет, я разгоняла его по 200, почти нет такого ощущения. Тряски нет. И можно, и лечь можно на бак. То есть дискомфорта не ощущается. По посадке он поприятнее или нет? Да, тоже думала, что большой бак будет мешать. Но нет, абсолютно удобно. Он и покороче, удобно. Ну, со стороны эти на нем снимаешься, прикольно. Ух, попка, да? Красивая мотока. Да, все круто. Я тебя снимал, и вот все вообще нормально. С стороны, а выхлоп-то как работает? Вообще прям. Давай продемонстрируем. Давай, сейчас мы заведем. Чик. Чик. Я конечно не могу повернуть. Сцепление, выжми. А, это же Сузуки. Без сцепления никак. Сейчас, сейчас погреть. Так, помимо Севастополя, куда собираешься? На море в Геленджик, может, у меня там тоже друзья. Смотри, она по друзьям как-то собралазит. Времени нет, да. Ненавижу. Некогда. В этом сезоне я их не помню. Ну, это зависть. Зависть. Ну, ладно, дам богатас. О, вы просил. Стопак повесил мне нравится. Очень симпатично сделан. Ну, то, что диоденки, так, так выглядит. Так вот. Я не понял, а где поворотничек? Ух, потерян, не мною. Будет восстановлен. Мне понравилось, потерян, не мною. Не мною. Ха-ха. Ой, смотрите, вон они. Такие. Это же Александр. Еще к нам подкатили. Здорово. Привет. К нам в гости. Сейчас мы снимем обзор на ПМВ. Да, обзор на ПМВ. Привет. А ты просто нас увидел? Да, я сториз увидел. Вообще классно. Где я там сел? А я там был, я поехал, номер один сделал. Маленький? А, маленький. Да, маленький. Ну да, там на противо. Так, ну что, давайте заценим, как работает у Акропович. Может, теперь этот заслужишь? Да, достойно. Так, сейчас кто-то еще один Акропович решил нам тут. Глянь, у него все в карбончике. Сейчас быстренько покажу. Смотрите, какая бэха. Тоже на Акроповичи. Короче, мы отвлеклись немного. Собственно, вы все слышали за этот мотоцикл, за этот. Вы тоже слышали много. Вот, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Я вам желаю прекрасного сезона. Кто катается на мотоциклах, кто собирается купить и кататься. Ну и просто комментарии и пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok